Яков Фосифович, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде всего, позвольте выразить самые искренние соболезнования братскому российскому народу в связи с чудовищным терактом в Крокус-Сити-Холл. Американские СМИ практически в один голос начали вопить о том, что к этому теракту причастна такая террористическая организация, как ИГИЛ. И исполнители этого теракта, они как будто тоже были заранее подобраны для того, чтобы вписываться в рамки этой версии. И само ИГИЛ позже тоже взяло на себя ответственность. Но в России эту версию отметают, насколько я понимаю, в том числе и официальные лица российского государства. Как вы считаете, почему американцы начали раскручивать эту тему о том, что ИГИЛ якобы причастен к этому теракту? Ну, во-первых, я тоже присоединяюсь к выражениям соболезнования и сочувствия этому ужасному террористическому акту и солидарность с народом России. И пожелание, чтобы в дальнейшем удалось все-таки уничтожить любую возможность таких зверских терактов, неважно, кто их делает, неважно по какой причине. Для того, чтобы разобраться в этом, надо прежде всего узнать, а что произошло. Из комментариев, которые дают те или иные заинтересованные или не заинтересованные профессиональные и непрофессиональные специалисты, прежде всего надо мерять и оценивать отношения к тому, а что произошло точно и какие факты известны с наибольшей степенью вероятности, а что является домашним. Во-первых, в отношении теракта в отношении самих террористов. Есть определенные факты, которые видны и которые были засняты и террористами тоже. То есть, первое, они все таджики. То есть, таджики, которые довольно довольно плохо говорят и понимают русский язык. Неизвестно пока, сколько времени они находятся в России, как они попали, чем они занимались и кто они такие. Другое, если верить сообщению, монетные основания не верить следственному комитету, теракт, они были завербованы через интернет месяц назад. То есть, теракт практически с точки зрения террористов готовился примерно месяц. Неясно, кто их завербовал. Неясно, на каком языке с ними говорили. Если с ними говорили по-таджики, то это одно. Если с ними говорили на одном из восточных языков, которые они знают, если они их знают, это имеет значение. А если с ними говорили по-русски, это имеет совершенно другое значение. То есть, по-таджики с ними могли говорить люди не только одного с ни одной с ними национальности, но и люди, которые разделяют, которые с большой вероятностью разделяют исламскую идеологию. А если говорили по-русски, значит, к исламу они вряд ли имеют отношение. По самому их поведению, что было то, что на пленке. Они не умеют обращаться с оружием. Они не умеют стрелять. То есть, они не прошли никакого профессионального обучения, как пользоваться автоватом, как стрелять, как передвигаться по местности, как взаимодействовать, как прикрывать один другого. Все это у них было противостоять, что они абсолютные дилетанты. Ну, то, что взять автомат, как они держали, и нажать на спусковой просчет, например, 5-летний ребенок может сделать. Покажите им, он это сделал. То есть, они вряд ли профессионалы. На одном из клипов, который сейчас был опубликован, это клип, вероятно, судя по всему, это один из террористов снимал других. Тот, кого он снимал, он, да, в отличие от того, что было на в основных клипах, он, да, кричал «Аллау Акбар». То есть, это именно тот лозунг, с которым террористы любого, исламские любого направления совершают свои преступления. Один из них, на этом клипе видно, пытался ножом отрезать голову лежащему ранену. То есть, это тоже стиль их действий. Было опубликовано британской радиокомпанией, что они сообщают о том, что исламская террористическая организация, одна из них, заявила, что это их дело, дело рук их. В отношении этой исламской террористической организации, среднеазиатской, не важно, как она называется, это не играет никакой ролик, она до сих пор сейчас совершала неодновой теракт на территории России. Все теракты и все направления у нее были против американцев, против талибана, которые с ней воюют. Одно единственное нападение было попытка теракта против российского посольства в Кабуле. Их основной враг – талибан и американцы. То есть, если они стоят за этим терактом, это их первый теракт, который есть на территории России. У них есть гораздо более приоритет. Иностранные агентства и даже правительство Соединенного США предупредили правительство России. Что значит предупредили? Они переслали сообщение 7 марта, что по их сообщениям может быть попытка теракта в каких-то общественных местах, где собирается большая общество. Это было 7 марта. За две недели до этого. Ни 7, ни 8 марта ничего не произошло. 9 марта ничего не произошло. То есть это сообщение, которое было, то, что оно было, никто не отрицает. Но оно было общее, как было заявлено российскими. И никто такие сообщения потом не держит страну в боевой готовности неделями или месяцами. И потом оно было слишком общее. То есть не было сказано, если у американцев были данные, почему не сказали. А если не было, от чего сейчас и понимают. Какая это организация и что. Да, была попытка совершенная теракта против синагоги. который был предупрежден Российской службе безопасности. Но это было как результат и в качестве реакции этих исламистов на то, что происходит в Газе. Тут, даже в сообщении, которое было, ничего подобного об этом нет. Потому что, опять-таки, это не совсем сходится в отношении других фактов, которые известны. Абсолютно известен один инфаркт. Его никто не может опровергнуть. Но на Западе прочитать на него не обращать внимания. Террористы пытались скрыться на Украине. Они двигались в сторону Украины. Они проехали 400 километров по направлению украинской границы. Их задержали в 100 километрах от украинской границы. По этому направлению из России можно попасть только на Украину. Не в Белоруссию. Понятно, в Белоруссию вряд ли бы они вежали. И не в другое место. То есть, ясно, однозначно, что они ехали на Украину. Второе. Они в ответ на вопрос, а куда вы ехали? Ответили на Украину. И сообщение о том, что у них были данные у террористов. Опять-таки, не сообщается точно еще про следствие идет. что их там встретят и дадут им окно на границе. Это факт, который был сообщен с самими террористами. Это не Путин придумал. Он озвучил то, что было на допросе. Вот от этого все пытаются убежать. Или вообще об этом не говорят. Или говорят очень таким мерзким, пропагандистским, дешевым приемом. Путин сказал. Как будто он это выдумал. Он только обнародовал то, что было известно ему из первоначального допроса. Дальше еще один момент. И опять-таки, никто не может это опровергнуть. Один из террористов, который говорил, он сказал, а я за деньги. Мне деньги обещали. Исламские террористы за деньги не работают. Исламские террор работают за идею, не за деньги. То есть, если это деньги, то даже если они сами придерживаются той или иной религиозной ориентации, это не значит, что они делали из-за приверженности к исламу или из-за каких-то других соображений. В общем, что об этом можно сказать? То, что они, у них есть исламский культура террористического ислама, которая проявилась больше всего и в лозунгах Аллаху Акбару, и в попытке отрезать голову, он этого тоже делать не умел. Ну, как он делал, ИГИЛ это делало намного более квалифицированно. Говорит о том, что да, и есть у них какая-то культура террора исламская, не профессионализм. Но, что мы знаем, всегда использовались те или иные религиозные движения, и даже не религиозные, но и религиозные, и христианские, и исламские, и против Советского Союза, и против России. Если можно было, использовали и баптистов, и пятидесятников, и то, что сейчас пытаются использовать новосозданную, кощунственную, якобы украинскую православную церковь, все это не новое. Я уже не говорю о том, как использовали на Западе против России Советского Союза Талибан, фундаменталистское движение исламское, террористическое, правда, созданное на первых порах Пакистаном, но это в рамках борьбы с Индией. А потом и Алкаида, которая создана, была при помощи англосаксов и Соединенных Штатов, и МИ-6 британцев, которые подготавливали, обучали и вооружали то есть Алкаида, террористическая, исламская, фундаменталистская организация, которая говорит о том, что их идеология должна быть единственной идеологией во всем исламе, а ислам должен править миром, использовалась совершенно цинично англосаксами и против исламы. Советского Союза и против России. А дальше ИГИЛ, который тоже поддерживался на первых парах и американцами, и англосаксами, и их союзниками, если его можно использовать и направить против своих идеологических врагов. Это было в Сирии против Асада, это было против России. На Западе поддерживали Аль-Каида Бен-Ладен поддерживал и на его деньги существовали лагеря по подготовке международного террора в Чечне. Я это говорю не на основании сообщений слухов. Я видел это, я слышал это, я видел кадры подготовки, выпускная, выпуск очередного курса международного террора, подготовленного на деньги Бен-Ладена в Чечне. и кто принимал этот выпуск Хаттаб и Орданец. То есть использование исламского террора для того, чтобы поддерживать то или иное направление против того, что они считают своими врагами, это было, я же не говорю про Югославию, Бен-Ладен поддерживал и косовских бандитов и он поддерживал также баснийцев и оружием и люди из Аль-Каида воевали на стороне баснийцев. Тут небольшое замечание, может быть, но тем, кто в Белоруссии это тоже будет интересно, ну и нам, евреям, тоже. 90% мусульманского легиона Гитлера было из баснийцев. И нацисты использовали те или иные религиозные движения в своих целях. Я же не говорю про крымских татар, я не говорю, что было на территории Советского Союза во время Отечественной войны. То есть, то, что они той или иной семьи являются индоктринированы или воспитаны в духе исламского террора, это не освобождает от ответственности тех, кто их использовал. Их могли использовать кто угодно. Сама форма их, того, как их использовали, то есть, как их вербовали, она один к одному сходится с тем, что делала украинская, украинские службы последние три года на территории России. Наш комитет госбезопасности тоже неоднократно задерживал разных диверсантов СБУ, и они признавали, что их вербовали, это по большей части через разные мессенджеры, через Вайбер, через Телеграм, обещали деньги за исполнение тех или иных терактов, так что схема очень похожа. То есть, схема это похожая, она один к одному, и сегодня отношения и на Западе, и на Украине, и в Соединенных Штатах, к Белоруссии, и к России абсолютно одинаковы, на них это одно государство, один враг, и в Белоруссии, и в Белорусском государстве, и в России, но это один враг, и не потому, что это серьезное государство, то есть, почерк, он СБУ или военно-разведка Украины. Тот же почерк, который использовались также, также вербовкой по интернету, но не такой поверхностной, занимался ИГИЛ, но ИГИЛ вербовал сторонников, он не направлял теракты по интернету, а вот направлять теракты по интернету именно таким способом, дешевым подкупом, это почерк сегодняшний, украинских спецслужб. Первый вопрос, почему американцы и их англосакские союзники, он один, выгородить любой ценой от страны, любой ценой обвинения Украины в том, что она в этом участвовала. Россия до сих пор официально Украину в этом не обвиняла. Россия обнародовала факты, факты вызывают большое подозрение в том, что Украина в этом замешана. Но пока не закончились допросы, пока не выяснили, кто их вербовал, как их вербовал, насколько у них была исламская индустрия или нет, ходили они в мечети или не ходили, молились они или не молились, что их связывает с исламом, кроме общей культуры, пока неизвестно. Кто и как их вербовал, откуда у них оружие, какое это оружие, что они делали с момента того, как их завербовали до того, как арестовали, каждую минуту, с кем и что, пока все эти подробности не выяснены и не обнародованы утверждать, что это сделала Украина или что это сделали исламисты, это будет несерьезно. Да, есть факты, которые во многом говорят о том, что это на украинское направление более вероятно, но не больше. Нельзя измерить это на аптекарских местах. Вы совершенно правы, Украину действительно никто прямо не обвинял. Есть действительно какие-то косвенные вещи, вроде того, что эти террористы пытались скрыться через Брянщину, что их фербовали через Телеграм, что очень похоже на почерк СБУ, но прямо Украину действительно никто не обвинил в том, что они как-то руководили этими террористами. Здесь что интересно, хотелось бы обратить внимание на крайне циничное заявление Зеленского, у которого единственного из всех наверное мировых лидеров, повернулся язык обвинить в этом Путина. Ну он он то же самое он сказал то же самое, что сказал еще один гений шахматного мира Каспаров и еще достаточно, которые говорят, что вот это провокация российская. Россия все это сделала, они по себе судят, они переносят автоматически свою зверскую идеологию, свою бесчеловечность и свое слабоумие на других, пытаясь других, обвинив в том, что является именно их действием. Так что Зеленский, Каспаров, Ходорковский, которые помогают, финансируют, проводят теракт, это одно и то же. И относиться к ним, ко всем, нужно одинаково. Владимир Путин и Александр Лукашенко созвонились и обсудили еще более тесное сотрудничество в борьбе с терроризмом, а вы как бы оценили наше сотрудничество в борьбе с вот этой действительно, как мы лишний раз убедились, страшной угрозой. Я могу предположить, что обмен информацией поэтому он абсолютно полный. То, что знает одна служба, знает другая. Оперативное по обстоятельствам идет то же самое на самом высоком грешном уровне. Планирование предупредительных действий или организационное идет то же самое. Подготовка профессиональная как спецподразделений, так и всех систем оценки и сбора информации и обмен этим опытом, я тоже думаю, идут на самом высоком уровне. То есть, я думаю, что в этом отношении то, что происходит в Москве, в Минске или в Новосибирске идет одинаково. особенно в условиях той напряженной предвоенной обстановки, которая существует на белорусских границах, как с запада, так и с юга, так и с севера. Понятно, что Россия и Белоруссия в этом абсолютно едины. Каждый делает в рамках того, что у него есть своих способностей, то, что может. Если у кого-то каких-то способностей технических, организационных не хватает другая страна, это пытается скрупниться. Раз уж вы заговорили о профессиональной подготовке, то здесь, наверное, нельзя не оценить подготовку ФСБ, особенно при задержании вот этих нелюдей, потому что, во-первых, это стальная выдержка, потому что парни действительно удержались от того, чтобы не расстрелять их на месте, а во-вторых, они взяли их живыми, что позволит получить сведения, которые наверняка позволят установить всю цепочку. Российские ребята из ФСБ и из Альфы, которые брали этих террористов, проявили не только профессиональным, но огромную профессиональную боевую дисциплину. Взяли их. Следствие идет, которое и даст справедливую оценку тому, что было и кто за этим стоит, но если подтвердиться мнение многих, что след ведет в Украину, как вы считаете, как это отразится и на статусе самого конфликта, который мы сейчас наблюдаем? Как говорили в старой Одессе, это вопрос не на мою зарплату. Это вопрос президенту России, который он должен будет решать по ходу новой инаугурации. Это он решает, не я. Как бы я решал? Я бы решал это по-своему, но это не обязывает его. Он президент России, к счастью для России нет. Я даже не российский гражданин. Решать будет президент России из своего видения интересов России, интересов безопасности России и того, какие можно сделать стратегические выводы из этого трагического случая. Здесь просто вспоминают вот эту преснопамятную цитату Владимира Владимировича о том, что надо будет мочить в сортире, будем мочить в сортире, как говорится. И проводят параллели с тем, что было тогда и с тем, что происходит сейчас. Вот вопрос, наверное, скорее в этом заключался. Каждый террор, он преступен в мои глаза, хотя и в моей стране, так же, как в России, нету смертной казни для террористов, я считаю, это безответственная глупость. Террорист, хороший террорист должен быть мертвый террорист. Тот, кто совершил террор и пытался или отнял жизни у других, жить не имеет права. Тот, кто совершил террор, но остался, но жертв не было, он не имеет права больше никогда до своей смерти видеть ничего, кроме тюремной решки. И, наверное, такой заключительный вопрос. Если речь идет о нацбезопасности и борьбе с терроризмом, как вы считаете, какие выводы могут быть сделаны после вот этого чудовищного события, которое произошло буквально пару дней назад? Это то, что я сказал. Террор с ним должна быть борьба беспощадная. Каждый, кто может сжалиться и говорить о милосердии к террористам, он смертельно угрожает своим детям, своим женам, своим населениям. Это должно быть искоренено под корень. Другое дело, этот теракт говорит о том, что любая структура, которая может быть использована врагами России, против России, будет использована. И поэтому надо пересмотреть свое отношение ко всем тем структурам, ко всем тем организациям или собраниям, или обществам, которые существуют в данном пространстве, и к людям носителям этой идеологии. Как они могут быть использованы против структурам? И тогда надо уже принимать предохранительные, предупредительные, превентивные меры. Прежде всего, требуется еще больший контроль за населением, за передвижением, за связи. Мы пытаемся это сделать. Где проходит красная линия, что можно, а что нельзя? нельзя это использовать в политических целях той и изной политической группировки. Но не пользоваться этим это халатная преступность по отношению к своему населению и обязанность защитить охрану населения. Поэтому все, что с этим связано, должно быть на более высоком уровне. То есть, например, такая, то, к чему стремятся в Китае. И если человек где-то прошел по его лицу всегда, за секунды можно определить, кто он, откуда, где он был вчера и все его данные и с кем он связи. А дальше уже решить. Использовать это, если в этом есть опасность безопасности государства или людьми, немедленно использовать. Но прежде всего знать. Тогда тот, кто знает, тот вооружен. Яков Фосифович, спасибо вам большое за вашу точку зрения и за развернутые ответы на мои вопросы. Успехов вам и я надеюсь, что больше нам не придется высказывать соболезнования никому по поводу таких чудовищных или более мелких мира. Я тоже на это надеюсь и верю. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. .